Добрый день! Я смотрю, что летом ваши спортсмены не отдыхают. Ежедневные, даже несколько раз в день тренировки, постоянные сборы, выезды на соревнования. Где уже успели побывать и какие результаты этим летом и чем пополнили копилку ваших наград? Да, можно сказать, те спортсмены, которые не состоят в сборной, они отдыхают, мы их отпускаем до сентября. А те спортсмены, человек, наверное, у нас 50-60, это спортсмены, которые по разным возрастам ходят в состав сборной Московской области. И большинство из них это находят спортсмены, Одинцовские спортсмены. Из-за этого нам приходят их держать тонус, поставим проводить для них сборы. Да, мы только приехали в Спартакеаде, мы были в Татарстане, в Казани, где проходила Спартакеадская молодежь. У нас два третьих места не получилось, как хотелось. Но результат есть, ход какой-то, двигаемся дальше. Но тем не менее, вот все-таки на сегодняшний момент сборная Московской области по тэквондо уже все-таки занимает такое основное место на пьедестале среди лидеров сборных России. Да, сборная России, да, очень сильно развита в России тэквондо, это особенно такие команды, как Санкт-Петербург, Москва, Челябинск, Питер. Мы в ближайший год уже входим. Но наступаете на пятки? Нет, ну первые тройки. Тройки, пятерки мы всегда уже последние два года мы сидим. С пандемией мы чуть-чуть откатились некоторые, потому что Москва, Московская область, нас закрыли на пандемию. А те дальние регионы, они там как-то могли у себя в лесах там рядом где-то как-то выходить и заниматься. А здесь у нас более жесткая была с пандемией, ребята, ну мы тяжело вошли после пандемии, как бы. Еще мы, когда поехали на первенство России, нас полностью закрыли, мы сидели на карантине, ребят уже вес поднимали. Ну проблема была, но сейчас мы уже в форме, мы думаем на первенство России у нас уже будет и первые тройки мы будем. Думаю, никаких проблем не будет, дальше мы лучше и лучше становимся. Гусейн, ну чтобы добиваться таких высоких результатов, нужно много тренироваться. Как начинается обычный день ваших спортсменок? С чего начинается и во сколько? Ну обычный день наших спортсменов начинается в 6 утра. В 6 утра мы как бы собираемся на стадионе, все кто чуть дальше, кто ближе, кто на велосипедах, мы собираемся в 6 утра и начинаем готовить. До 8 у нас тренировка на стадионе, после с 8 часов мы домой отдыхались, купались, ребята, и где-то в полдвенадцатого мы собираемся в фитнес-клубе обратно, как бы, что-то подкачаться. И часа полтора мы там тоже подкачиваемся и вечером у нас уже третья тренировка, день у нас проходит третий тренировок. Вечерний тренировок уже в зале, в этом мечте мы тренируемся. И с 8 до 10, с полуосмого до 10, 2 часа, 2,5 часа мы тренируемся в зале. На самом деле тэквондо очень умный вид спорта, здесь надо хорошую логику иметь и также иметь хорошие задние мышцы. Здесь, например, как в других видах спорта, единоборство не постоишь, просто не потолкаешься. Здесь постоянно надо иметь скорость, здесь все электронная система, именно быстрое передвижение, постоянно надо быть в хорошем форме. И логика, как быстрее удары, потому что удары, попадание в руки ноги, баллы не выходят, выходит только электронный джилет, надо попасть. И когда бьешь туда, надо так быстро и правильно, и вовремя попасть. И за это надо в большом тонусе себя держать, целый год там не расслабишься уже. В сентябре в Одинцово состоится чемпионат России по тэквондо. Сейчас вы в процессе подготовки, кто вам помогает, кто поддерживает? На самом деле пройдет грандиозное у нас шоу в Одинцово, это будет 9-го, 15 сентября. Сейчас наши ребята уехали на Олимпиаду в сборную России. У нас там 4 спортсмена сборной России поехали в Токио. Мы их проводили, вот как раз 11-го числа они уже там. И эти все спортсмены с Олимпиады, со всей России уже приедут на отбор чемпионата России для дальнейшего участия на чемпионат мира. Я думаю, мы будем честны от Олимпийского чемпиона на чемпионате России здесь у нас в Одинцово. Помогает нам, да, администрация города никогда не оставляет без внимания. Всегда, как бы, на наши просьбы отвечает, без внимания не оставляет. Мы считаем, надо показать себя, и тогда нас поддержат цель. Но все-таки, как вы считаете, по силам ли на сегодняшний день российским спортсменам, российским токуандистам побороться за Олимпийское золото? Да, мы давно к этому идем. У нас есть серебро, есть бронза, даже два серебра. Я думаю, на эту Олимпиаду у нас должно быть два золота, серебро и бронза. Но из четырех, я думаю, четыре медали мы должны привезти. Ну, два золота мы, да, есть ребята на высоком уровне, они в мировом рейтинге первые. И думаю, что у нас будет золото. И отношения к тэквондо должно намного поменяться. У нас нет Олимпийского чемпиона. Молодой вид спорта в 2000 году только вошел в Олимпийскую систему. То, что тэквондо вошел в Олимпийскую семью, это все-таки послужило толчком для развития и больше популярности среди населения? Да, на самом деле уже в России занимается до 400-500 тысяч людей этим видом спорта. Она очень сильно развивается. И большой толчок, конечно, дала Олимпиада, что это олимпийский вид спорта. И самое главное, самое важное, здесь нет таких больших травм. Ни лога, челюсть не ломает, ноги, руки не ломаются. И большинство, 50% вот этого населения занимается девочкой. Мы конкурируем в любимом виде спорта. Сами больше, наверное, девочек занимается тэквондо в России. А почему так? Потому что скоростное физическое состояние хорошее. И никакие удары не надо делать в лицо, не надо крутить руки, ноги. И получается, та же самая гимнастика, чуть-чуть еще и боевая, что человека можешь ударить. И благодаря этому народ понимает, что будет в хорошей форме, физической форме. Еще так человека можешь от себя оттолкнуть, чтобы тебя никто не тронул, чтобы можешь отскочить. И как бы очень такой подходящий вид спорта для нормального человека, который не хочет бить, а хочет заниматься самообороной. Гусейн, познакомьте нас, пожалуйста, сегодня с теми спортсменами, на которых вы делаете ставки, возлагаете большие надежды. И кто сегодня готовится уже к чемпионату России по тэквондо. Давайте пройдем, они здесь сегодня на площадке. Сегодня есть чемпионат. И давайте начнем с молодых. Давай, Камила. Привет, Камила. Расскажи, сколько лет ты занимаешься тэквондо и к каким соревнованиям сейчас готовишься. Я 8 лет занимаюсь тэквондо и готовлюсь сейчас к первенству России, которое пройдет в городе Ханты-Мансийск. Ну, каковы шансы? Вот как вообще думаешь, переживаешь, волнуешься, не волнуешься? Я настроена только на победу. У нас нет других шансов. Мы готовимся, готовимся, сколько лет заниматься. Это одна из перспективных спортсменов наших, которым мы надеемся, что мы будем на Олимпийские игры. Следующие этот, может, еще 4 года не успеем, может, успеем. Но есть мечты, будем готовиться. Главное, есть желание, цель, значит, должна быть только победа. Но все-таки, вот как тебе удается справиться именно с волнением и психологически побороть, победить противника? Потому что одно дело техника, а другое дело совершенно, когда ты выходишь уже на площадку и видишь своего соперника. И тут, наверное, очень-очень психологически сложно. Ну, меня всегда поддерживает мой тренер Магомедов Гусейн. Также поддерживает мой папа, моя мама. И мне как-то легко. Я чувствую, что... Ну, как ты настраиваешься? Вот, может быть, есть какой-то, не знаю, ритуал? Может быть, что-то ты берешь с собой, обязательно на все соревнования возишь какой-то предмет? Или какие-то слова? Вот, 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 вот. Нет такого? Нет, нет такого. Нет, папа всегда. Просто папа, вот, папа, папа, папа. Папа всегда ряда. Что папа тебе говорит перед выходом? Не переживай, не волнуйся, у тебя все получится. Просто выходи и побеждай. Делай то, что ты умеешь делать. Она это умеет хорошо. Камил, ну мы держим за тебя кулачки и ждем только золото. Спасибо. Спасибо. Также у нас Хучпар, наш ворсмен, который готовится к чемпионату России, который должен быть открытием чемпионата. Ну, он ходит тройку, пятерку, восьмерку на чемпионатах, как молодой, только зашел в взрослые категории уже. И думаю, на чемпионат России в Одинцово он должен стать сенсацией. Ну, какие у тебя ожидания вообще? Как проходят тренировки? Как лето проходит? Все хорошо, все отлично. Готовимся, настраиваемся, как на последнюю битву будем драться до конца, защищать честь Одинцова. Но хочешь достать чемпионом? Конечно, конечно. Почему ты кавандо? Почему ты выбрал этот вид спорта? Как в него пришел? Я пришел просто посмотреть. Нет, мой брат старший ходил на тэквондо, я пришел посмотреть, и мне понравилось. И Гусейн Гаджимрадович тоже очень поддержал меня. А что именно, вот что понравилось, что так привлекло? Скорость, техника, все красиво, форма. Вот все, как вы говорите, да, Гусейн, красивый вид спорта, красивые спортсмены? Ну да, здесь нету, здесь все спортсмены ровные. Здесь не надо перекачивать ни мышцы ног, ни мышцы рук, ни шею, ничего просто. Надо быть простым, обычным человеком. Со стороны даже не поймешь, что ты спортсмен или тэквондист, но ты такой хорошей формы, что можешь выпрыгнуть на метро-два в сторону или вверх. Это самое главное, да, это... Здесь и легкая атлетика, здесь и бои, здесь и все. Ну как бы сами не бьем, и себе бить не дадим, да, быстро. Я знаю, что даже тренер вашей сборной Шамсудин тоже готовится к выступлению на чемпионат России. Давайте спросим у него. Да, давай, Шамсудин. Шамсудин, здравствуйте. Здравствуйте. Мы знаем, что вы тоже готовитесь к чемпионату России. Почему решили снова выступать? Ну, вижу, как молодые ребята тренируются, и желание появляется. Вижу, как они когда выступают, тоже снова хочется окружаться. Оказается, на карту, на додианге. Снова вспомнить то время, когда выступал. А какой был большой перерыв, нет? Вот когда вы ушли и решили, что больше выступать не будете? Ну, перерыв был в прошлом году, в декабре. Из-за пандемии все получилось. Думали уже и возраст, после этого восстанавливаться. Думали, тяжело восстанавливаться. Ну, так как чемпионат России проходит в Одинцово, нам мобилизовать лучших. Да, и вот мы их говорим, надо уже тогда стоять честно. Но все-таки, Гусень, чья это была идея? Это была ваша? Такой вот... Ну, я так незаметно подкидывал, потому что... Здравишки, да? Чтобы сам зажегся, да? Если тренер поддерживает, если команда поддерживает, говорят, то как иначе? Конечно, с такой поддержкой хочется выступить снова. Ну, и, наверное, для ребят, для юных спортсменов это огромный опыт и показательное, когда твой тренер выходит на площадку и на такие высокие соревнования и побеждает. Да, на самом деле, даже не столько, даже, может, нам важна его победа, а важна, насколько он в течение месяца будет тонусом с ними тренироваться. Это очень важно, потому что ребята, как бы их тренировать, это одно мы тренируем, а чтобы снутри это все вместе как бы подогреть, чтобы показать, на кого равняться, как лидер всегда должен быть впереди. А молодежь, она солнце, жара, летом, не у всех эмоций. Но у нее опыт большой, и он как локомотив вперед, и они уже все за ним. Шамсудин, ну, каковы шансы нашей сборной на победу? Как говорится, дома и сцены помогают. Я думаю, у нас будет три состава, и ребята готовятся. Сейчас у нас подготовительный этап идет. Следующий этап уже больше будет на технику, на тактику. Я думаю, ребят хорошие результаты показать. Тем более, они заряжены, настроены с таким тренером, как у нас. Иначе не должно быть. Спасибо. Гусейн, вы президент Федерации Патаквандо Московской области, но я знаю, что есть в планах создание Федерации Одинцовского округа. Кто станет президентом, и кто ваш, скажем так, ангел-хранитель в этом муниципалитете, на этой территории непосредственно? Как мы сами здесь живем, на самом деле, и президент Федерации Московской области, мы очень круто развиваемся именно в Одинцово. И мы, как предложили одному из наших лидеров, который, на самом деле, человек просто приходит всегда на наши тренировки, где какие у нас проблемы, спрашивает. Всегда просто рядом человек. Ну, вот, в общем, сегодня Ревас Ревазович тоже здесь. Да, Ревас Ревазович. Здравствуйте, Ревас Ревазович. Нам стало известно, что, ну, уже прям в ближайшее время, да, придут документы, документы поданы. Документы, да, все у них есть. Как бы у нас было маленькое совещание, всех тренировал Московская область, именно Одинцова. Кстати, президента Федерации Одинцовского округа. Да, Одинцовского округа. И они все проголосовали, как бы, единогласно, чтобы Ревас Ревазович представлял Федерацию Тэквондо Московской области, вот, Одинцовского округа. И мы этому очень рады. Ревас Ревазович, ну, вы вообще со спортом, ну, не то, что на короткой ноге, но вообще спорт – это вся ваша жизнь. Хотя вы являетесь профессиональным спортсменом немножко в другом виде спорта, да, в футболе. В футболе. В футболе являлся, да. Но, тем не менее, готовы возглавить Федерацию Тэквондо Одинцовского округа. Вообще, каким вы видите, как бы, ребята, этой федерации? Ну, ребята, я хочу сказать, что они все молодцы. Во-первых, они начинают тренировку в 6 часов утра. И, можно сказать, почти целыми днями занимаются. И вторая тренировка у них в 8 часов вечера. Так что, ребята, молодцы, стараются. Я могу сказать, что они можно следовать. Перспективы есть? Перспективы есть. Мои глаза, они просто чемпионы. В сентябре состоится чемпионат России по Тэквондо. Какие планы? Ну, пьедестал-то станет нашим. Обязательно. Обязательно наши выиграют. Обязательно. Мы все будем болеть за них. И стараться будем вместе с ними выигрывать все чемпионаты. Главное нам плавно довести их, чтобы без травм не перегрузить. И у нас будет результат. Гусейн, лето в самом разгаре. Что бы вы пожелали вашим спортсменам впереди турниры, чемпионаты, первенства? Да, на самом деле иногда даже становится их жалко. Но я им это не показываю. Все лето мы у них забираем. Но для этого есть профессиональный спортсмен. Некоторые ребята, даже специально где-то, может, кто-то проиграл, кто-то там заболел, чтобы уехать. Кто-то в лагерь, кто-то отдохнуть на море. Но те, кто остался, они занимаются. Они сегодня являются эталоном нашего Одинцова, Тэквондо Московской области. И мы за это не можем им не дать всю поддержку, какую надо, мы всегда им даем. Даже они видят, вот каждый тренировок, у Реваз Реваджи приходит, а другие приходят. С Реваз Реваджи много комиссий приходит, которые всем показывают, говорят, вот как мы развиваемся на самом деле. И у ребят, когда видят такое внимание, у них большое желание заниматься, представлять свой город, свой регион. Но на самом деле это заряжает людей, когда есть внимание. Когда ты сам в себе в зале, никого не видишь, это так. Когда к тебе приходит зам главы администрации, приходит, вот у нас на тренировках нет-нет, появляется стабильность. Это Лариса Евгеньевна, который нас не оставляет. И ребята ждут прямо, придут, они там... Повышается боевой дух. Я говорю, надо постоянно бы их еще... Они вроде бы устают в течение месяца, да. А вот когда кто-то приходит в зал таких знаменитостей, они начинают вообще заряжаться еще больше. И этому я благодарен Реваз Реваз Реваджи, что он всегда рядом с нами. Наши, как бы, спортивные вопросы мы решаем. Другие вопросы он нам помогает все эти доводить. Куда-то поехать на спарринги и поехать там отдохнуть даже. Вот сейчас мы тоже собираемся выехать там на шашлыки. Как-то у нас есть свои какие-то отдыхы с ребятами, чтобы между собой они подружились, играли. Чтобы покушали, могли посмеяться, вышли на пляж куда-то, да. Мы там неделю-два раз делаем отдых. В среду, в воскресенье там стараемся. В среду одна тренировка, в воскресенье без тренировок отдыхать. Спасибо вам и желаем вам только победы. Спасибо, что вы у нас есть, что вы нас не забываете. Спасибо. Вы смотрели программу «Специальное интервью», оставайтесь на нашем канале. До свидания.